друзья всем привет я приглашаю вас порисовать со мной этот весенний натюрморт весенний потому что здесь нарциссы это одни из самых первых весенних цветов и здесь вы видите что у меня уже подготовлен рисунок я просто тут подкрашиваю карандашом некоторые линии пути потемнее потому что мне будет не очень удобно смотреть из-за того что я рисую под камерой не наклониться вот в вашем случае вы можете делать рисунок более легкий особенно то что касается белых цветов для того чтобы линии не оставались но все-таки вот я решила что мне слишком темные линии на цветах особенно вверху и прокатываю клячкой то есть клячка вообще можно легко снять или облегчить рисунок если он вам кажется излишним то есть я оставляю там где будет у меня там где у меня будут темные места для того чтобы видеть что находится под красочным слоем потому что я смотрю немного издалека и мне не очень хорошо будет видно вот в вашем случае вы можете сделать рисунок полегче и теперь я начинаю смачивать бумагу смачиваю я просто водой флейцем смачиваю по всей поверхности и даже там где у меня не будет бумага затронута краской это связано с тем что бумага начинает подсыхать и края будут подсыхать первыми вот и из-за этого я мочу довольно интенсивно не со всех сторон до края листа то есть здесь у меня лист побольше чем от 3 для того чтобы но он входил полностью на планшет получить побольше и вот была возможность по сверху поставить палитру чтобы было видно вам вот смачиваю я смотрите весь ли весь лист полностью исключая белые цветы справа верху на чашке исключая ручки чашек и ублюдца внутреннюю поверхность то есть внешнюю сторону можно смочить потому что там мы будем обобщать тень и накладывать ее первым слоем одну общую это будет собственная падающая тень блюдца еще раз смачиваю бумага у меня стала это сантос ватерфорта довольно рыхлый она стала у меня совсем пузырится можно приклеить ее скотчем если вам у вас тоже на пузырится и вам это мешает моем случае она ведет себя совсем странно ну это зависит от партии здесь много чего в общем зависит вот но что делать у меня она будет такая вот надеюсь что у вас такого не будет если мешает повторюсь можно либо намочить немного сбрызнуть и спреем изнутри с обратной стороны и и чтобы она плотно прилипла к планшету либо приклеить ее скотчем и теперь я начинаю смешивать краски на палитре вам не очень видно мою палитру для того чтобы я сделал так специально пусть лучше будет хорошо видно сам рисунок чем если рисунок будет мельче но зато войдет палитра все краски я буду комментировать вот для этого я керамическую палитру положила сверху и теперь вам будет видно что я смешиваю здесь я смешивала цирулю нейтральную черную неаполитанскую желтую можно использовать сиену натуральную и у меня здесь прозрачный оксид красного от рембрандта прозрачный оксид красного можно заменить жженой сиеной от любого бренда ну либо поискать ту которая выглядит почище и поярче и поинтереснее и теперь смотрите я начинаю с фоном и начинаю рисовать когда я рисую фон но и все такие большие заливки можете увидеть что я полностью кладу брюшко кисти на поверхность бумаги и не могу подобрать более приличного слова сказать возить кисточкой проще вот начинаю возить кисточка очень интенсивно не боясь но не опасаясь за нее использую всю поверхность кисти а не только кончик вот в это время пока я рассказывал про это я на палитру добавила фиолетовую будьте с ней пожалуйста очень аккуратно потому что если где-то с ней переборщить эта краска очень бедливая ее потом будет практически невозможно вымать если вдруг случайно капните ей сместила палитру влево чтобы было видно что этот рисую справа и краски у меня смешиваются в том числе прямо на листе бумаги то есть видите я интенсивно кисточкой всей поверхностью всем пучком работаю по поверхности бумаги а тонкий кончик использую для того чтобы обойти белые места которые не должны быть затронуты ну так сказала я не мочила здесь цветы вот стараюсь аккуратно обходить за счет того что я смешиваю краску прямо на листе бумаги она начинает распадаться так как у меня лист мокрый сверху вот и вы видите этот процесс в общем то даже видно его так издалека вблизи его конечно без камеры и в реальной жизни его видно гораздо лучше но даже здесь все равно видно видите что фон становится неоднородным он как будто получается цветовые вибрации и в общем то это делает работу более интересной фон здесь играет скорее вспомогательную роль и вообще если посмотрим на референс окажется что здесь исключительно белые предметы если не считать узоры на чашках если не считать желтых серединок цветов и зеленых листьев потому что это белые чашки на белом подоконнике на фоне белого окна с белыми цветами поэтому что здесь хочу сказать если вы начали работать определенным набором цветов на палитра у вас есть например вот как у меня то есть то те цвета которые я перечислила так вот если вы ими начали работать то будет логично использовать для всей дальнейшей работы те же самые оттенки те же самые краски которые вы использовали в начале тут на в это время пока я говорила ничего не происходило потому что я искала флейт отложила его у меня начала сохнуть бумага следите пожалуйста за бумагой она у вас должна быть все время мокрая здесь внизу она у меня стала подсыхать то есть пока я рисовала сверху снизу она подсохла и вот я ее смочила дополнительно и теперь продолжаю доделываю сверху фон будьте аккуратны опять же то есть если чувствуете что краска начала схватываться она как будто начала уже попадаете внутрь бумаги и бумага сверху перестала быть совсем откровенно влажной не видно даже блеска то лучше туда не лезть в эту в эту уже заливку которая уже начала усаживаться на бумаге потому что можно получить разводы иногда эти разводы безусловно делают специально для того чтобы показать сущность акварели и и возможно ее возможности ее водяную натуру вот но если вы этого не хотите то может получиться досадное пятно поэтому лучше не лезть здесь я теперь продолжаю работать справа над фоном и чтобы тут еще хочу сказать видите фон краски мне те же самые для фона но так как я беру разные пропорции их то получается что фон имеет разную теплоту разную интенсивность то есть вверху он более холодный наверное более темный слева и справа более теплый в принципе мне это подсказывает референс на референсе правда логическое основа обоснование этому совершенно иное то есть там видно что где темнее там окно да ну то есть то что происходит за стеклом она влияет на фон но я это беру как подсказку просто для того чтобы сделать фон поинтереснее конечно окно я не рисую хотя если желание то можно нарисовать и окно продолжаю работать дальше опять же вот проверяю не подсохла ли у меня бумага если она подсыхает у вас то смачивайте потому что у меня бумага сохнет быстро моя я рисую сейчас это весь мой или наш марафон приходит феврале вот и мое рабочее место находится рядом с батареей центрального отопления нас холодно топит очень сильно и поэтому сохнет моментально то есть воздух очень сухой зависит от условий и влажности в вашем месте где вы живете вот нужно ориентироваться если также воздух сухой сохнет быстро то смачивать не дожидаясь полного высыхания бумаги потому что потом когда начнете смачивать там будет виден переход между засохшей подсохшей частью этой которая была влажной вот лучше немножко добавлять воды до того как она начнет высыхать здесь не сейчас бумага не очень ровно это не очень удобно на ней рисовать но мне не хочется мочить с обратной стороны потому что свои нюансы есть в этом подходе и мне нужно будет тогда и просушить ровно вот я решила не мочить но если намочить с обратной стороны то она будет абсолютно плоско лежать конечно ровно хорошо и вот здесь смотрите мы делаем то о чем я говорила то есть сейчас мы объединяем тени это собственная тень на блюдце и падающая тень вот этого же блюдца на горизонтальную поверхность здесь подойдет услуга любой условно серый цвет здесь у меня цирулион и на краска венецианская пурпурная если это от низкой палитры если у вас нету венецианской пурпурной то можно это можно использовать перилен марун перилен коричневый это одна и та же краска пигмент у нее pr индекс pr 179 если у вас есть краски другого бренда и там есть перилен марун вот смело используйте его добавляю немного розового хинокридона видите верхней части палитры ну просто мне захотелось сделать эту тень более цветной при том что если она сейчас вам кажется достаточно темной то как я уже видела эту работу готовой могу сказать что она будет очень светлой и вот на этом этапе например сейчас я бы сделаю еще более темной поэтому всегда делайте скидку на то что на вашу бумагу сандерс ватерфорд вот именно этот но не именно этот лист а вот этот лист а может быть эта партия она почему-то довольно рыхлая или может быть уже произошли какие-то изменения из-за того что она там долго лежала и начинает впитывать она в общем она рыхлая краска туда проваливается особенно когда работаешь по мокрому то есть есть такое правило неоднократно я говорила о нем уже что чем больше у вас чем более влажна у вас бумага и чем больше воды на кисти тем сильнее посветлеет краска то есть если работаете по мокрому и нужно сохранить тон максимально темный тогда нужно использовать краску и консистенции как сметана то есть прямо из тюбиков и и либо очень хорошо размочить из клеток сейчас я что сделала то есть у меня здесь немного затекло на края неровно я просто смочила и кисточкой сухой отжала ее в эту салфетку и вытираю эти края то есть я их выравниваю и с другой стороны иногда бывает такой момент что краску как бы но она ее прибивает краю там образуется не очень красивая темная линия такое случается иногда именно когда соприкасаются между собой две границы сухого и мокрого и вот там пигмент как бы какая-то концентрация пигмента проходит на границе этой и он выглядит слишком резко и вот убираю лишнюю краску смягчаю касание на цветке вверху потому что там она тоже слишком жесткая и вот здесь я приготовила еще одну палитру для того чтобы не убирать краски те краски которые я приготовила для фона они уже у меня готовы и для того чтобы мы написали чашки то есть сейчас здесь у меня сиена натуральная и немного фиолетового я взяла из соседней палитры можно взять неаполитанскую желтую мне нужна такая теплая мне нужен теплый цвет вот здесь чашка будет светлее чем фон она подсохнет потом она будет светлее чем фон сейчас принципе на тоже по тону выглядит светлее то есть она здесь теплая почему фарфор выглядит достаточно тонкие фарфоровые чашки почему они выглядят теплыми на просвет обратите кстати внимание что вы здесь там где мы видим ее на просвет она желтоватая теплая там где мы видим уже переднюю стенку не внутреннюю стенку чашки которая просвечивает переднюю она становится холодной достаточно потому что на просвет фарфор можно его отнести к полупрозрачным средам то есть там свет таким образом себя ведет что часть спектра отражается часть спектра застревает если можно использовать это слово такое бытовое внутри этой среды и часть проходит насквозь так вот проходит насквозь более спектра с более длинной длиной волны то есть это красные желтые лучи оранжевые и поэтому то что на просвет нам кажется всегда теплее чем то что находится как либо когда лучи падают прямо на эту поверхность либо вот в тени естественно теперь я чашки начинаю рисовать чашки я пишу по сухому то есть лист у меня напомню он не смочен с обратной стороны он абсолютно сухой и он сухой снаружи сверху то что здесь нужно чтобы обеспечить гладкие края гладкий переход бесшовные чтобы стыд был ровненький ну во-первых на кисти должно быть достаточно воды кисточка должна быть мягкая это имитация белки синтетика такая до имитация белки silver brush достаточно удобная кисть она не очень упругая но вот для этих вещей как раз подходит какие краски здесь используют то здесь у меня медицинская пурпурная цирулиум и немного неаполитанская желтый с палитрой сия натуральная у меня там неважно в принципе можно и то и то использовать и немного розового хинокоридона то есть я хочу чашку сделать максимально цветной несмотря на то что она просто белая я уже сказала весь натюрморт здесь абсолютно белый но получается смотрите что мы пишем его всеми цветами не буду говорить радуги это на самом деле у нас многоцветный опять же делаем скидку на то что когда просядет краска высохнет она посветлеет ну еще такой момент тоже всегда это говорю может если рисовали со мной слышали уже это неоднократно что когда нету ничего то есть самое светлое у нас сейчас здесь это лист бумаги белый а самое темное это то что должно быть в работе белая но именно вот чашки и фон и блюдца и поэтому для нашего глаза контраст является сильным и чашки сейчас воспринимаются излишне темными как только здесь появится контрастные листья узор на чашках контрастные серединки цветов темно-зеленые чашки будут выглядеть очень светлыми поэтому тоже здесь не бойтесь если у вас мокрая бумага и вы пишете по сырому то можно тон использовать поинтенсивнее но особенно если у вас сандерс виттерфорд он довольно сильно светлеет и арш тоже самое сильно светлеет винзер ньютон бумага если у вас есть такая меньшая степень и лана тоже кстати светлее да ладно следует винзер ньютон на мой взгляд из хлопков он как-то больше других сохраняет исходный цвет но паахонг тоже сохраняет вот внизу чашки здесь я беру я вижу здесь тепловатый такой теплый это и рефлекс может быть или тень там уже сложно сказать что друг от друга отражается то есть глянцевая поверхность чашек она способствует отражению я использую фиолетовую и прозрачный оксид красного как говорила уже можно заменить его на сиену жена мне нравится очень это сочетание то есть она в какой-то в при какой-то соотношении красок дает почти серый цвет а ну и соответственно можно двигать другую сторону там более сереневатую если больше фиолетового и более теплую если больше будет сиены поджена или прозрачного оксида красного теперь эту чашку которая верхняя тоже прописываю а так как остальные чашки нижние две они уже конечно являются непроницаемыми для солнца для дневного света так скажем прямого солнца здесь нету солнечных лучей вот то первая чашка выглядит самой теплой ну не первая вернее верхняя чашка выглядит самой теплой поэтому здесь я использую больше неаполитанской желтой можно использовать сиену натурально то есть самом деле когда я говорю либо одно либо другое вы можете свободно заменять их потому что здесь по сути мы будем писать сейчас все в один слой там второй слой будет потом уже наложен по сухому неаполитанская желтая это укрывистая краска она конечно не лессировочная там для многослойной работы не очень подходит для первых слоев так как она с белилами она будет давать муть вот а для одного слоя вполне можно ее смело использовать нам бы она дает очень красивой смеси иногда особенно с хинокридоном розовым например очень нежный красивый цвет теперь я в тенях чашку делаю темнее ну то есть там где совсем она темно это под цветком там еще видно немножко эту самую верхнюю чашку справа там нужно не переборщить цветом потому что всегда нужно смотреть особенно когда знаете рисуете белые предметы или это какие-то предметы одного цвета они все друг на фоне друга для того чтобы они вышли убедительно нужно следить за тоном а именно что светлее на каждом своем отрезке потому что вот например там та же самая чашка да и и силуэт он все время меняет инверсия происходит в одном месте может быть светлее фона другой меньше месте уже темнее фона и все время вот эта вот игра она создает динамику и выглядит красиво теперь я ручку то здесь я сейчас рисую в самой серединке ручка темная нам для нас выглядит темнее фона потому что она находится в контровом освещении как вся постановка все на подоконнике было расположено и попадающие тени можно сделать вывод что падает тень прямо на зрителя на художника источник света находится сзади так вот на ручке сверху будут видны засветы и она будет выглядеть светлее фона то есть она не темнее на всем своем на по всей своей поверхности поэтому возьмите кисточку потоньше чтобы оставить вот эти светлые места их потом можно списать я потом спешу их они у меня сейчас достаточно резкие получились и просто сразу не хотела делать не хотела это делать сразу потому что затечет краска и тогда потеряю светлое место если очень сильно боитесь то можно использовать маскирующую жидкость при тем как начать работать то конечно можно вообще чувствовать себя свободно еще кстати обратите внимание я оставила светлые места забыла об этом упомянуть когда рисовала сам саму поверхность чашек я оставила светлые места на в том месте где должна быть золотая каемка по краю вот то есть я тоже не работала маскирующей жидкостью но если вы в себе не уверены боитесь потерять это то можно сделать маскирующую жидкость по краю ручек например и по краю вот этой золотой каемки усиливаю еще ручку потому что как вы видите из референса она выглядит достаточно темной и также рисую ручки оставшихся чашек которые находятся слева они также совершенно выглядят темнее фона и и у них точно также есть засветы на внешней поверхней стороне тоже обратите на это внимание поверх на верхней части для ручки я использую здесь у меня но собственно краски те же самые которые были новых я не добавляла то есть они как-то смешали здесь в произвольной в произвольном соотношении вы можете видеть что у меня здесь цирулиум у меня здесь прозрачный оксид красного фиолетовая и нейтральная черная вот цирулиум можно использовать кобальт тоже будет красиво и вталоп вот прям здесь лучше с осторожностью используют потому что все таки это очень въедливая краска она с прозрачным оксидом красного или сиеной жены надо пробовать конечно зависит от бренда но она скорее будет склонна давать зелень уходить в зелень чем например цирулиум цирулиум он более серый такой у него получается смеси немного более ну немного не более плотная и такой как будто обладает кремовой текстурой нежной поэтому вот в один слой как бы он очень хорошо здесь подходит то есть он когда цирулиум плотнее то за счет своей укрывистости как бы плотнее выглядит когда на фоне видите да он выглядит довольно прозрачно и несмотря на то что это плотная укрылистая окраска еще с грануляцией вполне возможно по фону наносить второй раз делать лессировки я сразу скажу что какой в двух местах буду наносить второй слой фона потому что высохнет и я сочту что нужно будет еще добавить для контраста вот рисуем ручки тоже обратите внимание что я не рисую одним и тем же цветом то есть из-за того что я вернее как бы у меня смеси на этаже но из-за того что у меня она не смешана на палитре в одну лужицу получается видна цветовая вибрация на протяжении всей ручки ручка не выглядит скучно это выглядит более интересно сейчас вот я кисть я забыла сказать но вот я сменила то есть когда вы видите кисть такой синяя то это моих руках это отрублёв синтетика это скорее имитация колонка и она более упругая с тонким кончиком но опять же она содержит в себе меньше воды беру фиолетовую краску с фиолетовой поаккуратнее пожалуйста будьте фиолетовая у меня здесь по-моему твизера и ньютона на самом деле без разницы в целом ну вот насколько мне известно они все на одном том же пигменте это диоксозиновая фиолетовая ну наверное есть и другие но просто те которые были у меня попадались они вот эти этот же диоксозин что виндзор и ньютон что рембрандт что бангог что невская палитра поэтому я как-то большой разницы не вижу какая именно фиолетовая будет тем более ее обычно беру очень мало у нас только она как бы не ну не натурально выглядит настолько она интенсивная низкая по тону плотная такая чернильная что я правда нужно очень мало совсем для смеси но зато она прозрачная и хорошо и ну хорошо ей хорошо ведет себя в смесях сейчас я смешиваю кратку получаю почти серый цвет нейтрально это мне нужно для того чтобы добавить тени серый цвет цирулиум и прозрачный оксид красного то есть они вместе дают сероватый ну и плюс там на палитре видите да что я не вытирала что-то там до осталось то есть какая-то условная художественная грязь еще там есть сейчас мне нужно отделить блюдце и сделать потемнее тень то есть я как и говорила что хотя она вначале выглядела достаточно темной но все равно вот бумага рыхлая очень очень сильно туда пигмент просел и вот в моем случае нужно добавить смотрите сами если у вас выглядит на этом этапе работа уже контрастно и тень выглядит достаточно темной и отделена блюдце как-то выглядит отделенным от падающей тени возможно этот этап вам не нужен но если у вас так же выглядит как у меня то тогда да тогда тоже советую вам сделать то же самое здесь я уже по сухому вы видите эту тень нанесла то есть бумага у меня здесь высохла в общем-то но не совсем до конца вот но тем не менее уже капель и клякс не получилось никаких кораллов и цветной капусты тоже не было краска легла хорошо что я сейчас сделала слева у блюдца я точно также протерла край потому что там затек фон выглядел неровно я просто кисточкой смоченной в чистой воде я много убрала лишнюю краску которая затекла опять же из-за того что здесь такая смесь на основе цирулиума он очень хорошо поднимается вот кобальт цирулиум они трамарин довольно хорошо убираются тот же в тало это будет гораздо менее охотно то есть его убрать будет сложнее что я сейчас делаю я внутри блюдца рисую теневую часть то есть вы видите что там есть самое светлое вообще самое светлое что у нас есть это правое в работе кроме лепестков цветов это блюдце справа немного слева там тоже так остается самое светлое место вот поэтому здесь нужно быть аккуратнее и не переборщить с тоном чашки справа и с блюдцем и сейчас я хочу прийти к цветам то есть сейчас у меня здесь я набираю желтый для серединок серединки на референсе выглядят лимонными скорее я их хочу сделать поярче и так же для лепестков я буду использовать смесь это цирулиум и пироль оранжевый она дает еще красивую грануляцию выглядит она такой сизо-лиловой но очень красиво распадается потом вот она не подходит для лессировок тоже дает муть какой-то может быть грязь но вот если использовать ее в один слой для лепестков будет очень красиво не уверена насколько будет видно под камерой сейчас саму эту смесь но вот если у вас есть пироль оранжевый попробуйте там цирулиумом отдельно на бумаге и вы поймете о чем я говорю то есть ее тоже можно двигать в более теплую сторону либо в более холодную сторону вот и она всегда выглядит довольно симпатично единственный недостаток иногда она ну ка сложно добиться низкого тона потому что цирулиум сама краска довольно светлая по тону вот если нужно что-то прям темное то там туда нужно добавить будет видите что сейчас я рисую лепестки где-то больше цирулиума чтобы он выглядел более живописно где-то больше будет более теплого оттенка то есть смотрите у меня здесь две смеси с цирулиумом одна это с прозрачным оксидом красным она выглядит более серой и вторая это с пиролем оранжевым она выглядит ну более такой наверное в серо-лиловую сторону обратите внимание что мы видим вот этот цветок за счет того что тот который я сейчас рисую справа вверху он для нас видим потому что он светлее фона и то есть самый край я оставляю нетронутым краской для того чтобы оставить это свечение лепестков опять же повторюсь после высыхания в этом месте я фон еще немного усилю поэтому сейчас вот краска высохнет вы потом увидите насколько она посветлела и что мне потребуется еще один слой то есть там цветок будет отделен еще больше можно это делать сразу но не всегда возможно сразу угадать с нужной тональностью именно из-за того что краска в смеси ведет себя да еще и по-сырому выглядит вернее так например одним способом одним в одном варианте а после того как она высыхает она становится другой то есть тут нужно приноровиться к бумаге к влажности ну и не всегда возможно угадать то есть я предпочитаю я люблю вообще работать в несколько слоев и предпочитаю потом наслоить еще один наслоить слой масло масляное сделать и положить еще один слой если мне нужно что-то утемнеть чем угадывать с первого раза вот продолжаем работать то есть я сейчас рисую лепесток у цветка обратите внимание он тоже не должен слиться с чашкой чашкой рисую лепесток не должен слиться с чашкой я потеряла мысли немножко он должен быть по тону разный то есть по тону он должен быть светлее чем чем ну как бы чем сторона чашки на фоне которой он находится следите за этим чтобы он отличался на самом деле здесь довольно контрастные лепестки то есть в середине он выглядит достаточно темным но будьте бдительны чтобы эта темнота не добежала до края потому что иначе цветок просто сольется и будет некрасиво то есть нам здесь очень нужно следить за тоном даже в большей степени чем за цветом то есть по большому счету мы здесь пишем ну это правда оксимарон но мы здесь пишем цветную гризаль то есть у нас бесцветная ну как повторюсь кроме бесцветная работа повторюсь кроме цветов серединок цветов например и кроме узора на чашках вот но пишем то мы ее то есть нам нужно добиться разницы тона и при этом мы еще стараемся сделать какие-то цветные вибрации красивые начинаю работать над цветком слева он мне кажется пожалуй более теплым чем остальные то есть здесь я использую здесь у меня смесь и цирулиум с прозрачным оксидом красного и немножко здесь уже на кисти смеси цирулиума спиролем оранжевым вот то есть смесь одна и та же на самом деле я беру просто может быть как-то из одной лужицы с другой там же вот еще немного осталось от смеси от фона это нейтральная черная нейтрал тинт у меня от рембрандта по-моему да от рембрандта вот можно использовать ее ну если допустим там хочется приглушить немного цвета и опять так же то есть смотрите эти лепестки достаточно темные контрастные там есть темные контрастные места в центре но следим чтобы по краю они были светлее то есть они не должны слиться с чашкой ну либо уже тогда темнее вот например лепестки прямо совсем справа они действительно выглядят темными и вернее справа простите слева они выглядят темными они будут темнее фона вот здесь да там можно не боясь их делать темными а те лепестки которые мы видим на фоне чашки они все-таки по краю посветлее ну и последний цветочек то же самое здесь мне в нем кажется меньше всего я вижу холодных оттенков то есть здесь я больше беру такую смесь с прозрачным оксидом красного серединка желтая тоже можно сделать поярче и сразу же и обратите внимание что серединка выглядит светлее чем белые лепестки в тени то есть вот белый лепесток и допустим желтая в общем-то довольно яркая серединка у нарциссов нарциссов или это анемоны нет это нарциссы дать нарциссы запуталась вот она выглядит желтая желтый потону темнее чем белый но обратите внимание что когда лепестки находят да когда лепестки находятся освещены и находятся в каком-то ракурсе к нам то возникают вот эти тональные отношения и они выглядят рядом с серединкой темнее чем вот эта желтая серединка то есть и за счет этого серединку мы дополнительно выделяем мы ее конечно выделим потом дополнительно еще красной каемкой очень красивая она там так эффектно смотрится на них но в том числе и выделяем серединку тоном самих лепестков ну не в непосредственной близости от этой серединке здесь тоже пожалуйста следите за тем чтобы лепестки были либо темнее либо светлее в касаниях своего окружения потому что иначе они сольются и сложно их будет отлепить от этого от фона вот сейчас я опять тоже это чистая вода просто у меня на кисточке я этой чистой водой немного смягчаю касание касание в тех местах на лепестках как бы где теневая часть и где самая светлая которая светится на на фоне вот во первых как бы я чуть размываю границу и во вторых убираю лишние затеки которые мне не нужны и теперь еще доделываю нижний цветок беру поконтрастнее там вернее даже не цветок а между лепестками цветка я прописываю блюдце на самом деле там в блюдце виден узор мы его потом нарисуем для того чтобы разлепить вот эти лепестки у цветка вот но сейчас я там создам это темное место и нужно не забыть про основание чашки у этого основания чашки оно более светлое и там видно виден блик на нем вот блик оставьте пожалуйста для того чтобы его не закрасить ну либо если там потеряете то можно взять любое ну любой белый кроши материала на мой взгляд уж лучше использовать что-то там не знаю гуашь либо еще какие-то белила чем ну чем оставить работу без блика уж если он потерялся если его не получается вымыть теперь смотрите я тут делала темное место на блюдце я по первому в первым слоем делала более легко и теперь по сухому еще раз прокладываю тени которые там будут то есть опять же сейчас может казаться это достаточно темным но на самом деле на самом деле это будет более выглядеть более светлым особенно после того как здесь появятся листья сейчас я хочу утемнить самый-самый низ чашки то есть здесь у меня в смеси цирулиум я использую и на прозрачный оксид красного он дает такой ну какой-то условный серый вот видите даже на палитре фарфоровая уже видно как он начинает распадаться добавляю более голубого цирулиума сверху потому что здесь на этой чашке вот я вижу слева более холодные отблески чем например справа справа мне кажутся они более теплыми хотя конечно вопрос спорный что там уже кажется на фотографии потому что на фотографии теряется максимально информация о цвете в тенях то есть там она выглядит просто более серой вот сейчас если вы видели как будто бы картинка посветлела это потому что у меня высохло я дождалась пока у меня высохло то что я рисовала и вот цвет таким образом просел то есть это произошло не потому что ну не из-за каких-то настроек камера действительно просто посветлела вы видите что я теперь мокрой кистью смачиваю фон это как раз то о чем я говорила что я доработаю фон и доработаю вот здесь вот еще внизу тень падающий и фон я хочу сделать потемнее справа и сверху для того чтобы подчеркнуть контраст и жесткое касание с чашкой жесткое касание это значит контрастное касание не мягкое не размытое то есть справа фон с чашкой имеют самые жесткие касания пожалуй из всей работы вот но для того чтобы так вот повторно смачивать фон это конечно нужно дождаться чтобы высохла бумага потому что иначе есть риск что поднимется тот слой который уже был положен и будет краска ляжет неровно некрасиво либо с пятнами то есть я беру цирулю я беру неаполитанскую ой венецианскую пурпурно это тот самый перилен марун или перилен коричневый и немного добавляю фона по сути работаю точно так же то есть я кончиком кисточки обхожу тот край который должен остаться светлым и потом растушевываю брюшком кисти краю здесь я растушевываю водой то есть это у меня та кисть которая смачивала и теперь ей делаю растяжку здесь я тоже еще смачиваю дополнительно потому что пока я работала справа у меня здесь подсохла смачиваю и продолжаю работу внизу смачиваю то есть я как говорила уже у меня здесь довольно сухой воздух и поэтому постоянно приходится проверять не высохла ли бумага беру ту же самую смесь и делаю чуть чуть посильнее контраст вверху и опять же смотрите как мы добавляем как только мы добавляем контраста так чашки сразу становятся светлее то есть они стали светлее после высыхания и плюс добавляем контраста чашки становятся светлее тоже эту фразу говорю много раз каждый раз если хочешь сделать что-то более светлым найди то что ты можешь сделать более темным но особенно это актуально в акварели где мы не работаем белилами поэтому вариантов сделать что-то посветление немного на самом деле нужно сделать что-то потемнее доделываю фон здесь и таким образом мы с вами как бы завершили такую подготовительную работу то есть мы создали сейчас объем у нас здесь есть фон у нас есть чашки мы видим здесь освещенность то есть на чашках есть тень есть цвет понятно откуда этот цвет падает у нас есть разные контрасты и теперь это вот как сам такой этап работы может быть основной на мой взгляд сейчас останется самая приятная часть работы это можно сказать украшательство уже нам нужно будет сейчас нарисовать серединки у лепестков нам нужно будет нарисовать листья и узорной чашки это уже такая работа когда можно немного расслабиться здесь кстати обратите внимание что от листьев падает тень неровная чашки то есть там видно как два листка листка отбрасывает ее не забудьте про них потому что это придает работе убедительности здесь я немножко утемняю еще бок потому что высохла работаю я здесь по сухому но на кисточке не много воды это у меня имитация белки то есть это синтетика но она достаточно упругая но опять же за счет того что это синтетика имитация белки она держит много в себе воды и краски и дает мягкие крайне жесткие одним ну то есть одной кистью можно написать без дополнительного смачивания или набора краски можно покрыть довольно большую поверхность вот как я уже говорила на нижней чашке я вижу так что слева более холодный тон а справа более теплый и таким же образом я и изображаю на самом деле еще кроме контраста именно по тону светлее темнее очень ценный контраст это по тепло холодности и даже если его нету напрямую но он есть безусловно но на фотографии его очень сложно найти вот то стоит его добавлять сознательно потому что вы как художник как живописец вы не обязаны следовать натуре натура это всего лишь повод для впечатления по взяться за кисти и теперь смотрите я перехожу к серединку здесь у меня краска можно использовать разные смеси для получения зеленого темного позже когда мы будем рисовать листья как раз покажу несколько вариантов вот здесь для первого этого первого цветка я взяла перелин зеленый не перелин зеленый вид от виндера ньютона потом я решила добавить немного желтого в серединке что же он просил мне захотелось сделать его поярче и опять же я использую теперь вот эти мокрые желтые серединки как основы для того чтобы сделать касание внутри серединки не такими жесткими а помягче то есть пока они сырые я в них сейчас волью вот этот зеленый цвет для того чтобы он там подрастекся потому что пигмент этот зеленый внутри цветка он тоже так расползается по серединке довольно мягко вот и чтобы выглядело более натурально то есть эти серединки ставлю и потом в конце когда они подсохнут можно будет их добавить именно сделать более контрастным потому что внутри вы видите еще там такие я не знаю как правильно называется с ботанической точки зрения есть такие какие-то маленькие шарики как тычинки это пестики вот их тоже можно нарисовать пока у меня серединка сохнет я теперь добавляю контрасты на лепестках видите да что они высохли и мне теперь хочется добавить им даты светотеневой моделировки краски у меня здесь те же самые тот же самый цирролиум тот же самый прозрачный оксид красного я использую и добавляю тени в тех местах где она есть опять же слежу за тем чтобы лепестки по тону на касаниях различались с фоном ну то есть с тем фоном на котором они видны либо это просто фон работа либо фоном служит чашка ну либо блюдце например как у нижнего цветка то есть мы должны видеть лепестки цветки не только за счет сми изменения цвета но также еще за счет изменения тона здесь я добавляю пункте говорила что лепестки белые лепестки это интересно но не выглядит темнее чем желтая серединка там где они с этой серединкой соприкасаются вот именно это я сейчас и сделала лепестках то есть мне хотелось выделить эту серединку чтобы она выглядела посветлее более мягкая кисточка на больше воды в себе держит я сделаю и теперь то же самое с нижним цветком то есть у него лепестки тоже вот с этой стороны где рисует для меня выглядит темнее то есть мне кажется что они должны быть темнее и более теплые и сейчас я взяла кисточку пружа то есть это не по точке это эти как я уже говорил это имитация колонка мне тонкий кончик не так много воды она держит и теперь вот я серединку это уже рисую более четко и обозначаю внутри вот эти там обычно по 3 или по 4 видимо это какая-то модификация пистика тычинки вот то что видно внутри цветка здесь я использую перилен зеленый сейчас мы будем рисовать листья я еще покажу как можно какие краски можно использовать для темного зеленого если что можно взять просто зеленую от невской палитры либо травяную зеленую из любого набора и добавить туда фиолетовой и ультрамарин для того чтобы сделать ее более темной то есть зеленая либо травяная зеленая либо просто зеленой от невской палитры плюс фиолетовая и плюс ультрамарин они в целом могут дать цвет очень похожий на зеленый перилен и сейчас я набирала краску для того чтобы начать рисовать вот эту красивую красную каемку краска у меня это у меня карплак кармин это здесь у меня кармин и немного красной то есть я набирала для того чтобы она была достаточно плотная и поменьше воды может она выглядела ярко и вот смотрите рисуем ее такими отрывистыми движениями потому что это оборка по краю желтого желтой серединке она же неровная то есть это не должно быть колечко просто эллипс иначе это будет похоже например на чашку но это не чашка то есть она там можно назвать это оборкой вот она выглядит довольно рваной она выглядит неровной где-то шире где-то она из-за того что в складке собирается вот эта желтая серединка она ведет себя прерывается в общем обратите на это внимание не рисуйте и ровно кроме того обратите внимание тоже что у тех цветков которые находятся к нам в ракурсе вот эта красная каемка она будет иметь форму эллипса конечно серединка круглая вот но она имеет в перспективном сокращении форму эллипса и теперь сейчас я протру палитру то есть эти краски для фона мне пока сейчас не понадобятся больше так как всю основу мы уже написали и сделали сейчас мы приступим к зеленым листьям для зеленых листьев я подготовила палитру и сейчас я буду использовать как раз ту самую смесь я буду беру травяную зеленую у меня травяная зеленая отремранта ну на самом деле это сапгрин называемая она у любого бренда плюс-минус одинаковая либо можно взять просто зеленый от невской палитры добавляя фиолетовый сама вот эта краска зеленая она мало пригодна в таком натуральном виде в виде из кюветки или из тюбика потому что она выглядит чересчур ярко вряд ли похоже на настоящую зелень но вот ее для тем для темных мест для темных листьев можно использовать вернее смешивать с фиолетовый она приобретает более теплый естественный оттенок и немного либо кобальта либо ультрамарина для такого холода в тенях для света вот мне нравится использовать ее в чистом виде плюс я добавляю сиену натуральную то есть она становится теплая такая посветлее и гораздо более тоже похоже на натуральную зелень эти участки вы видите можете видеть насколько светлыми уже кажутся чашки потому что у нас появилась ну кроме того что они продолжают бумага продолжает высыхать у нас появился контраст это зеленые серединки и ярко-красные обводка у желтых серединок вот ну теперь рисуем листья то есть сначала я рисую по сухому рисую сначала я беру из светлой части палитры и светлой части вернее из той светлой и теплой части палитры а потом из темной вот здесь рисуем тоже листок там посерединке есть еще место которым цветок прикрепляется именно к стеблю такой коричневатая его можно либо не рисовать по потом нарисовать попозже то есть я сейчас зеленым рисую и поэтому его пока пропускаю вот увидите что я замешиваю краску для того чтобы она была потемнее здесь стоит быть аккуратными потому что вот ли разного рода например листья стебли и что такое очень часто используют например в белых букетах ну именно художники белых цветах когда нужно отделить одно от другого то есть вы в принципе можете использовать это даже там не если нету лист лист листа вы можете его нарисовать просто для того чтобы разделить между собой лепестки или разделить между собой два цветка но этот контраст всегда выглядит красиво вот этой зелени и белых цветов и поэтому тут нужно отнестись внимательно и четко прорисовать где виден этот зеленый лист между лепестками здесь он находится за ручкой чашки ручка чашки достаточно темная на темнее фона но лист выглядит еще темнее продолжаем рисовать обратите внимание что у чашек появилась такая же мчужность очень красивая какая-то целом утра вая это вот все за счет вот этих смеси которые были с цирулиумом и цирулиум он дает такой красивый голубой оттенок и соответственно там где было более теплое то на контрасте с этим цирулиумом эта смесь выглядит еще более теплой ну и вот розовый хинокридон который я добавляла там в стену натуральную и в неаполитанско желтую его тоже видно местами это же он тоже дает такое красивое цветовое пятно вот здесь будьте аккуратны потому что лепесток вставляется в чашку и мы рисуем основание листа и таким образом подчеркиваем край чашки то здесь в принципе можно даже там еще какой-нибудь лист дорисовать просто ради того чтобы эти чашки разделились между собой на самом деле там бы еще бы потемнее тона добавить в том месте где есть листья справа вот потому что просила и на самом деле если смотрим на референс там тень погуще но можно сделать вот таким образом ведь это получается с двух сторон сейчас можно отделить чашки друг от друга с помощью листьев вот этот лист я советую который я сейчас рисую над верхней чашкой сделать чуть длиннее чем край потому что он там как бы попал как раз край листика попал в край чашки это не очень красиво то есть лучше его вывести чуть-чуть наверх можно даже еще чуть больше его наверх вывести добавляю похолоднее то здесь можно добавить либо цирулиум мой не цирулиум простите либо кобаль либо ультрамарин они дадут такой необходимый холодок этот холодок особенно будет хорошо видно после воздыхания пока мокрая краска она просто темно а потом как бы она но вот этот тепло холодность будет видно лучше всего дорисовывая лист то есть именно там где они втыкаются в чашку будьте внимательны с основанием для того чтобы это дополнительный способ подчеркнуть ну получилось подчеркнуть края чашки да и разлипать их друг с другом рисуем листья внизу тут тоже обратите внимание там лист немножко оборванный слева вот это продлите его подальше потому что она некрасиво такой оборван он никак и выглядит не пластика листа сама некрасивая и он как будто там воткнулся тоже в край чашки поэтому я ему продлила немного здесь рисую более холодным и краю он станет более теплым этот листочек перегибается видите да у него этот изгиб если у вас есть перелин зеленый можно использовать перелин зеленый то есть перелин зеленый я его сочетаю ровно с теми же цветами которые здесь для более теплого можно добавить сиену натурально для того чтобы сделать его посветлее для того чтобы сделать его там чуть более натуральным потому что он может быть излишне какой-то такой холодный как он причем холодный не натуральную сторону кути зеленочный оттенок можно добавить немного прозрачного оксида красного чуть-чуть его утеплить но низкий тон его сохранится вот можно использовать просто перлен зеленый если он у вас есть тут где-то можно подрисовать прожилочки моделировать этот добавляют пока мне на кисточке зеленая краска там где мне нужно в серединках потому что они прямо тоже очень контрастная ну и теперь нам осталось доделать чашки то есть нам нужно нарисовать будет золотую каемку вокруг и узор на самой чашки узор на чашке будем рисовать условно очень начнем с каемки золотой я предлагаю такой упрощенный вариант ее рисования то есть здесь у меня смесь это неаполитанская желтая и у меня индийская желтая здесь важно получить просто такой теплый не холодный не яркий желтый оттенок да может быть это неаполитанская желтая например и если у вас есть теплый желтый в наборе в палитре то теплый желтый просто добавьте либо можно добавить прозрачный оксид красного опять же тоже будет хорошо и смотрите сначала мы покроем просто все эти ободки это такой упрощенный вариант рисования потому что не очень будет видно что я рисую здесь как бы камеры не приближает вот покажу такой вариант единственное что нужно оставить белые места на белую бумагу там где блики потому что я помните говорила на что я эту каемку светлую оставляла когда рисовала сами чашки когда заливала основную форму вот тоже самое блюдце то есть сначала рисуем общую каемку по всему блюдцу и затем мы нанесем туда рефлексы отражения потому что несмотря на то что цвет этой каемки золотой он никогда не будет одинаково мы его никогда не будем видеть золотым везде мы скорее его золотым будем видеть в очень ограниченном отрезке на очень ограниченном пространстве промежутке этой чашки люблются то есть для темных мест что я беру здесь у меня прозрачный оксид красного опять же напоминаю что можно заменить его жены сиены и я добавляю сюда ультрамарин то есть мы получаем такой темный цвет он меняется то он может чуть более холодным и темным стать если будет в смеси больше синего либо он станет более теплым если там будет больше оксида красного и смотрю где отражаются листья где отражается что-то еще темное не сплошной линии тоненько аккуратненько начинаю наносить вот так имитируем вот это золотое свечение самый такой простой способ прием можно сказать рисовать вот эти вот все золотые золотые детали декора на посуде то есть покрыть сначала одним тоном максимально близким к тому что видно и затем рисовать блики и отражения которые там видны как правило там отражается вся окружающая среда то здесь у нас что может отражаться здесь скорее всего дают блики и отражения это темные листья ну вот для них как раз смесь была приготовлена потому что они очень темные там какой-то максимально темно-зеленый на вот этом вот желтого там будет виден было бы здесь что-то красное то мы бы видели красное отражение желтое мы здесь не рисуем рефлекс потому что ну у нас в основе вообще лежит это полоски желтая заливка ну а красная серединке они слишком малы чтобы они давали какие-то рефлексы не забываем про золотистую полоску на ножке у чашки и теперь переходим к самому узору узор рисуем очень схематично то есть он у меня был намечен если вы видели на чашке если вы будете рисовать сами не то есть я прикладываю куроку контурный рисунок то есть если вдруг у вас сложности или по какой-либо причине вы не хотите делать сами рисунок можно его просто использовать и перевести если делаете сами обратите внимание чтобы он был чтобы рисунок на чашке следовал форме чашки но чтобы он не выглядел плоско то есть вы сейчас создали мы сейчас все вместе создали объем вот и он этот объем не должен разбивать видите что там то есть на чашки что у нас есть это желтые цветочки это синие цветочки стрекоза видно стрекозу я кстати забыла нарисовать и майки красные ну и зеленая зелень там есть вот поэтому условно рисуем зеленая для синего я возьму здесь у меня ультрамарин и чуть-чуть вот отсюда добавлю смеси для серединок он не очень синий он немножко мне кажется в какой-то такой более сиреневую сторону вот но в любом случае это на самом деле дело 10 это там уже какого цвета этот будет узор главное чтобы он был не слишком резким бросался в глаза обратите внимание что здесь внизу тоже на чашке есть узор там где она входит другую чашку и это можно использовать сознательно для того чтобы их отлепить друг от друга то есть там мы же отлепляем тоном так как там тона него недостаточно он сейчас посветлел и вот надо бы сделать темнее а потом чуть темнее сделаю в самом конце вот то можно нанести чуть больше узора для того чтобы создать эту иллюзию что там ну не иллюзию вернее визуально разлепить их разделить между собой вот рисуем синие цветочки там где есть тоже очень условно все это происходит никаких цветочков я даже близко не прорисовываю так какие-то пятнышки можно примерно воссоздать движениями кисти формы цветка но не более того на блюдце не забываем про узор на блюдце не то чтобы нужен узор он скорее опять же выполняет вспомогательную роль для того чтобы отделить например цветок от самого блюдца и показать разницу в тоне между светлыми лепестками и темным узором на блюдце то есть так будет выглядеть красиво здесь для мака меня по сути просто красный цвет я добавляю для того чтобы его немножко смягчить темный цвет с палитры он сейчас выглядит довольно ярким ну естественно что он станет потемнее после высыхания этот маг сбоку маг там есть и нам надо не забыть еще будет про маг у ножки чашки и на лепестки на чашки на чашки сверху вот потом я сделаю а сейчас возьмем зеленый цвет для того чтобы нарисовать стебелечки то есть стебелечки там вы видите да что я беру из меня перилен зеленый я вот чуть-чуть приглушила некроплаг вылетел у меня из головы темно-красный цвет вылетела простите вспомню скажу что что это за цвет я его уже называла но естественно в списке красок вот кармин кармин это я добавил для того чтобы приглушить зеленый кармин и немного потому что ну не должен спорить с листьями он не должен быть очень яркий он здесь так нужен просто скорее как какой-то некий темный цвет условный намек на зеленый то есть рисую ветки ставлю точечки точечками обозначаю серединки цветов на серединках чашек вот маг в середине тоже ну потом поставлю там это место у него серединка темная и теперь внизу нарисуем зелень я даже не смотрю сейчас очень сильно на референс не повторяю что там как нарисованы в этом я считаю нет никакой необходимости создаем условно такой узор то есть понятно что это узор на чашке зрителю тоже будет понятно если чашки я выбрал тоже не случайно потому что они ну это очень на мой взгляд весенние майки тоже таки и все эти цветочки они выглядят очень весенне ну так как тема у нас тоже весенний марафон то чем больше цветов тем лучше пока у меня на кисти зеленый пользуюсь случаем как говорится еще дополнила цвет на зеленом листе делаю немного потемнее задние лепестки у мака плюс вот как раз я говорила что нужно будет не забыть про красный цвет на блюдце там тоже нарисован мак он мне здесь нужен не для того чтобы показать этот узор или он важен для меня это просто повод которым я могу отделить способ вернее могу отделить лепесток вот белого блюдца и сверху то же самое там мак на крае чашки зато он создает красивый контраст он отделяет лепесток от белый лепесток от белой внутренности чашки и на мой взгляд это выглядит симпатично доделываем зеленым если зеленым наложить цвет на красный то он даст черный это как бы из физики известные законы физики вот поэтому этот темно зеленый я использую для того чтобы там по черным 0 тоже очень темно зеленым серединке маков видно и чтобы еще я здесь хотела сделать вообще сейчас вот таки давай взглядом работу все-таки мне еще несколько обобщающих движение кистью мне не хватает тона вот я сменила палитру сейчас и просто на чистой палитре я сейчас смешаю краски я возьму здесь кобальт можно взять кобальт можно взять цирулиум цирулиум только тон может быть не сильно даст если на кобальт немножко нейтральной черной и прозрачный оксид красного то есть у меня получается какой-то условно серый цвет но не совсем серый он все-таки будет такой холодную сторону я просто широкой кистью по сухому уже видимо у меня здесь очень рыхлая бумага и видите сколько бы я сюда не добавляла в тень слоев все-таки она выглядит свет достаточно светло вот и я сейчас наношу еще последний слой по сухому посмотрите на свой вариант может быть вам его не надо будет делать ориентируйтесь на себя то есть если у вас там выглядит достаточно темно тень то не важно не переборщить и так же я бы хотела добавить на чашках вот здесь вот немного потому что оставляю блики они там не белые эти блики они имеют определенный тон я их оставляю добавляю сюда немножко розового хинокридона чуть-чуть ну чтобы цвет был другой то есть там меня на первом слое виден этот другой более розовый цвет работаю аккуратно краска у меня уже высохла она не подцепляется кистью то в моем случае потому что у нас андерс рыхлая бумага туда краска уходит и не возвращается на наверх если у вас другой производитель особенно если это российская бумага то скорее всего она не так хорошо держит слои будьте аккуратны на этом этапе но опять же возможно у вас цвет не так сильно проседает и вам не нужно будет делать этот этап то есть вот этот этап уже смотрите по состоянию вашей работы насколько вы считаете что ей необходимо вот это дополнение ну вот я считаю что сейчас стало выглядеть намного объемнее цветы стали светлее за счет того что я чашкам добавила тона появился нужный контраст в общем все работа закончена на этом важно вовремя остановиться еще доделаю но этой же смесью сейчас широкой кистью просто добавлю контрасты на лепестки буквально несколько движений там где это нужно и все работу мы с вами закончили я буду ждать ваша собственная работа с нетерпением отмечайте меня присылайте их я буду очень рада вашим весенним натюрмортом